здравствуйте уважаемые одесситы мы продолжаем нашу работу для вас в эфире добрый день на седьмом сегодня говорим о очень интересном ярком мероприятии которое состоится в одессе на мор вокзале 20 21 августа в эти дни там будет проходить фестиваль мото культуры и ретро автотехники как он правильно называется сейчас мне подскажут гости нашей студии в гостях у нас сегодня идейный вдохновитель этого события олег проценко арт-директор фестиваля и станислав ветров его собственно автор как правильно называется фестиваль что это будет ребят расскажите ну фестиваль правильно называется вернее так вы правильно все назвали просто расширена by cars rock and roll фестиваль мотоциклов ретро машины кастом культуры это фестиваль разноплановый он объединен в принципе объединяет владельцев разные техники но по духу довольно синонимичных друг другу не снизу независимо то машины ты владеешь или мотоциклом может это люди люди искусства в любом случае мне кажется потому что быть владельцем такой техники это надо имеет своеобразный нрав и видение мира поэтому мы решили собрать и все вместе и мотоциклистов и ретро автомобилистов и людей которые строят мотоциклы и машины с нуля своеобразное деятельное искусство мы решили объединить их все вместе для того чтобы можно было весело провести время собственно говоря вот собственно основная цель ребят вот допустим планирую я быть в одессе 20 21 августа вот простой турист и вот почему мне стоит прийти на ваш вестиваль что этому вижу что будет интересно что меня там заинтересует во-первых там будет огромное количество классических и ретро автомобилей разных времен и разных стран производителей вот там будет большое количество мотоциклов также мотоциклистов которые обладают харизмой красивые замечательные люди там будет весело целый день потому что будут выступать группы будет играть все время музыка будет есть что поесть как бы будет что выпить попить охладиться поесть мороженого можно приводить детей там будет детская площадка на которой не могут развлекаться то есть там будет чем заняться там никто не останется скучать поэтому туда стоит прийти в любом случае ну я даже так скажу дело в том что людей было очень сложно собрать в одном месте нас много фестиваля проходит в украине но владельцев этой техники очень тяжело вытащить на улицу если честно потому что многие коллекционеры трясутся над своими машинами мотоциклами в гаражах и их уговорить выехать это очень сложно это надо там долгое время с ними общаться встречаться беседовать может быть даже помогать им в чем-то для того чтобы они начали доверять тебе потому что они относятся к своей технике как частью семьи своей вот и редко когда на есть какие-то фестивали которые несут себе какие-то сложные ценности для вот индивидуального индивидуально для человека не могу сказать что какой-то героизм в том что мы их там собрали этих людей но было непросто все-таки это достижение небольшое да но это было реально сложно потому что на первый фестиваль в июне приехала половина тех кто пообещал и вторая половина впоследствии без ложной скромности могу сказать что жалела потому что говорят ну действительно все было нормально прошло красиво достойно и охраняли ночью машины днем то есть за это они переживали больше всего и классно весело все получилось тусовка получилась между собой чек потому что многие коллекционеры знают друг друга но давно не виделись и по жесткой интересное мероприятие поэтому мы надеемся что ну вот второй раз в августе уже соберутся больше людей которых многие которых не виделись друг с другом давно и вот эти человеческие отношения между коллекционерами реставраторами это самое интересное что есть на самом деле на фестивале поэтому ну просто увидеть красивый машин много и мотоциклов это конечно очень здорово ну это действительно не так часто можно там можно в киев приехать там проходит классный фестиваль во львов одно в одессе конечно это редкий случай мы постараемся его участить чтобы было как-то веселее в городе но именно фишка в том что вот аура этого фестиваля вот в этой тусовки людей именно с сему можно погрузиться в особый авто мир скажем так автомото мир да конечно проникнуть с этим они действительно кажутся странами эти люди со стороны потому что отдают свою жизнь железякам для многих это какой-то глупый фетишизм вот но для нас наверное для людей которые сами сами владельцы там старых машин и я там еще старых мотоциклов ну это наш мир и мы никого не мы просто делимся им с обществом общество уже сумма решает нравится им это или нет нравится пусть приходят на фестиваль и радуются фоткаются спрашивают интересуются не нравится пусть хоть на другие фестивали как бы все просто мы хотим немножко эстетики наверно добавить в город в наш чтобы было как-то красивее интереснее культурная надеюсь фестиваль это такая демо версия такие приоткрытые двери в ваш мир который каждый может желающий заглянуть и посмотреть подходит это ему или не подходит конечно некоторые дети там даже некоторые взрослые они загораются такими вещами потому что имея как бы обычную машину там салона да она новая она там с кондиционером она не дает те ощущения когда ты владеешь действительно как бы немножко старой рухлятию до которой ты постоянно следишь вкладываешь в это все деньги как бы душу ругаешься там со своими какими-то родственниками которые говорят тебе приди в себя уже пожалуйста повзрослей но тем не менее ты едешь по городу как бы на тебя обращают люди внимание это приносит большое удовольствие для людей обычных которых хотели как бы хотели бы прийти на мероприятия могу сказать что некоторые даже в принципе в этот раз будет больше машин которые участвовали в съемках каких-то фильмов кино то есть можно будет лицезреть такие действительно редкие автомобили которые ну как бы с украина автомобили актеры с украины приедут еще несколько коллекционеров потянется с машинами тридцатых сороковых годов такие старые то такая уже пенсия мы их назад в этой движухе они когда-то еще в семидесятых восьмидесятых организовывали вот такие фестивали и мы познакомились с ними они пришли в гости на фестиваль не поверили в нас как бы в следующее поколение которое этим занимается и говорят ну ладно при приедем уже на следующий фестиваль покажем потому что у этих людей на самом деле в в гаражах стоит то о чем не мечтала европа и америка я лично могу сказать я был в этих гаражах я когда приходил и смотрел какие там стоят старые мерседесы бмв другие марки менее известны не буду там перечислять их мотоциклы индианы тридцатых годов например на редчайшие харли дэвидсоны с сороковых годов это мотоциклы которые имеют мировое значение на самом деле в мировой культуре и ну одесса не в курсе все что она вообще есть тут никто даже среди мотоциклистов которых я знаю которые 20 лет ездят на мотоцикла в одессе и даже они не знают о том что у нас есть такие мотоциклы например машины и мне кажется что общество должно об этом знать это наше достояние в какой-то степени нашего города что мы участвуем вот в этой всей мировой движухи реставраторов и мы не последнее место занимаем особенно особенно в снг поэтому почему бы вот просто не похвастаться на самом деле то есть то все просто просто все собирается похвастаться своими достижениями в ручной работе в покупке неважно в чем но как-то и и одесса это такой город всегда и всегда хвастались город как лишь что показать и что посмотреть а еще посмотреть совершенно верно да поэтому мне кажется это здорово плюс отдельно хотел что сказать о том что мы с большим уважением но я во всяком случае как автор проекта могу сказать что изначально задумывалось о том что у нас не слет там байкеров у нас выставка но при этом мы приглашаем всех мотоциклистов бесплатно посетить посещать наше мероприятие с тем чтобы сделать еще красивее его но чтобы масштабнее добавить да ну мотоциклистов все любят не тут не отнять что многие мечтают не решаются на вот жизнь на двухкулесном транспорте потому что действительно другой мир другой образ жизни и мы решили почему там в дайтоне в допустим в майами да собираются мотоциклисты 700 тысяч человек за 700 тысяч мотоциклистов за за одну неделю да на на мероприятие почему к нам в одессу 700 тысяч мы не претендуем пусть эта цифра потом будет 7000 мотоциклистов но пусть мотоциклистов всей украины приезжает к нам в город это же сегодняшний на сегодня к сожалению или для нас может быть как одесситы всегда во всем ищут пользу к счастью это единственный курортный город в нашей стране сегодня и мне кажется что его надо развивать с разных моментов мы не беремся за чужую какую-то работу мы занимаемся своей маленькой нишей и мы постараемся просто сделать эту нишу сильнее активнее и чтобы люди молодые ребята не хотели быть там экономистами юристами пусть он захочет быть автомехаником вот и приносит не меньше денег на самом деле пусть он захочет стать реставратором захочет стать там не знаю каким-то деятелем где нужно работать руками там они как у нас там одни юристы одни экономисты некому мотоциклы и поехать починить машину это большая проблема вы не представляете это такая проблема негде за большие деньги отреставрировать мотоцикл или машину поэтому мы еще большое внимание уделили в этот раз им на кастом зоне где люди привезут свои как бы там наработки то есть что значит кастом это когда делают там с нуля либо что-то похожее то есть реставрация некоторые запчасти на эти автомобили и мотоциклы и их просто невозможно достать нигде то есть эти машины просто исчезли из мир ну как бы в мире их нет эти и нужно делать это вручную некоторые проекты строятся с нуля и по собственным заготовкам своими там у людей огромное количество опыта и этих людей надо показать потому что наши современные сто предлагают заменить тебе на запчасть которую ты можешь просто заказать в интернете грамотные люди могут поставить эту запчасть самостоятельно а нужно показать что есть люди которые золотыми руками они еще есть они могут действительно прикрутить гайку в нужное место и руки растут оттуда и замечательные автомобили так называемых отроды которые пришли пришли к нам из америки американская культура те же самые просто сумасшедшие мотоциклы которые придуманы сам и лично то есть это действительно искусство сделать единственным в единственном экземпляре мотоцикл или автомобиль то есть помимо эстетики ваше мероприятие еще такую дидактическую нагрузку еще несет обучающую что вот обязательно придите посмотрите и учитесь что можно сделать своими руками чего вы можете сами достигнута обязательно должна быть полезная мы изначально посчитали что выставка должна быть полезной для общества почему потому что мы даже в этот раз мы постараемся сделать это максимально интересно мы решили еще добавить вот к кастом зоне кастом зона у нас была уже на первом фестивале приехал около шести семи мастерских несколько реставраторов других городов даже один мотоцикл продали в этот день старый мотоцикл сороковых годов ребята с николаева привезли продали вы в этот же день одному одесскому врачу если не ошибаюсь какой-то серьезный там врач одесский приехал на выставку и так понравился он купил моим мотоцикл отреставрированный мы решили добавить еще так называемый ретро базар я вырос на возле стараконного рынка как собственный олег это мы там да мы постоянно там тусовались и я думаю что нет одесситы который бы на нас какой-то любовью или ностальгине относился к стараконки не бродил хотя бы там один раз но старик не возьмешься оставишь да обычно брали мало если вы приходишь с мешками и вы решили взять такую стараконку но идея была взята оттуда не скрываем этого сделать такую барахолку но специализирована специализированность совершенно верно да специализирована по запчастям но мы решили сбить и так авто запчасти моды запчасти и барахолка к нам потянется виниловый базар который собирается в парке шевченко там тоже старая школа торгует пластинками может быть потянем не может быть а несколько интересных антикварщиков потянутся с граммофонами и так далее то есть углубимся в тему ретро то есть углубимся под почему потому что это на наш взгляд интересная тема и пусть в одном месте собираются опять-таки подчеркну с чего начал люди одинаковым менталитетом то есть владеешь ты любишь ты в старые пластинки или любишь ли за старые машины или старые монеты это неважно менталитет в принципе синонимичен и люди по духу одинаковые просто сами вещи немножко разные и вот если этих людей собрать в одно место нам кажется что это будет лучше свою особую атмосферу да своя атмосфера к себе машина времени 21 августа на морвок зале ну просто еще немножко расширяясь да мы еще приглашаем велосипедистов у которых есть ретро велосипеды либо велосипеды которые похожи на ретро вот если для них тоже двери открытые то есть можно бета вот вообще сколько планируется участников сколько будет представлено экспонатов сколько будет техники представлены как думаете ну в этот раз прошлый раз было немного машин 60 у каждой из которых конечно мела такой очень серьезных 60 машин но я думаю что этот раз мы примем не меньше сотки это без мотоциклов не меньше сотни машины каждая со своей историей да да масштабно на самом деле ну как бы до этого да главное что поместилось мы за это переживаем на следующий фестиваль понятно что самое главное наше наш враг и наш друг это погода если погода нам будет соблагодарить то мы переживаем только заодно что хватило места что заявок уже много многие люди хотят показать свои творения своих домашних питомцев я бы так сказал первый фестиваль действительно многих зажег то есть после этого многие жили летом что не при особенно старая 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 гвардия но надеюсь погода не подкачает и ваша задача ваша цель сделать одессу не только культурной столицей но и одессу столицей культуры мото авто ретро жизни удастся полноценно воплотиться а я напомню в эфире был добрый день на седьмом в гостях у нас были авторы и организаторы будущего фестиваля олег проценко и станислав ветров ребята удачи вам проведения вашего мероприятия вам дорогие телезрители желаю хорошего дня и не переключайте канал дальше будет много интересного а